Всем привет! Вот я вернулась с пробежки и нашла в себе силы все-таки записать еще одно видео по теме именно своих пробежек. Вот если вы видите, то я такая немножечко раскрасневшаяся. Это как раз-таки следствие пробежек. И, наверное, того, что сейчас все-таки очень жарко, несмотря на то, что уже поздний вечер, уже доходит 12 часов. Ну, раньше бегать просто я не отваживалась, потому что все-таки жарко. Очень жарко в течение дня. И я люблю, мне психологически комфортнее и вообще приятнее ходить на тренировки, когда прохладно и когда на улице темно. Но полной темноты дожидаться бесполезно, потому что у нас сейчас, несмотря на то, что это Подмосковье, никакая там не область белых ночей, у нас почти сейчас не темнее. То есть ночи, как таковой, ее почти нет. Такое темное время суток, когда совсем темно, оно начинается уже позднее 12 часов ночи. Буквально час-два темно, и уже в три начинает светать. Сегодня у меня зато хочу похвастаться и вообще просто я рада, хочу подлиться радостью. У меня получилось, конечно, намного лучше, чем вчера. И причин этому, наверное, несколько. Во-первых, я буду говорить, наверное, не по важности, а в той очередности, какая мне приходит в голову. Во-первых, я думаю, что это время, время пробежки. Потому что вчера я пошла все-таки поздновато. Сегодня тоже поздно, но все-таки не критично поздно. Вот, а насколько все знают, у нас организм живет, как, собственно говоря, любой живой организм, по биологическим ритмам. Мы все солнцезависимы, то есть мы все зависимы от солнца. И определенные процессы, метаболические процессы в нашем теле, они происходят с разной интенсивностью в разное время суток. И ориентируемся мы по солнцу, по простой смене дня и ночи, то есть светлого и темного времени суток. И разные часы в течение дня, они лучше подходят для какого-то рода деятельности, активной или, наоборот, пассивной. Какие-то подходят меньше. И вот, видимо, вчера все-таки я перебрала с позднотой и вышла слишком поздно, поэтому была обессилена. Вот, потом, наверное, сегодня в мою пользу сыграло то, что я вовремя поела, то есть не поздно и не рано. То есть достаточно поздно относительно тренировки, чтобы иметь силы, но не слишком рано, то есть до тренировки прошло не слишком много времени для того, чтобы этих сил не иметь. Да, но не слишком поздно, чтобы не выбежать на полный желудок. Вчера это было иначе. Вот, ну и, наверное, все-таки день такой... День расслабухи. День, когда я особо не напрягалась, то есть вышла на стадион и буквально там чисто символически что-то поделала. Наверное, тоже сыграл свою роль, и поэтому сегодня вышла отдохнувшая, набравшаяся сил, вовремя покушавшая и в более-менее оптимальное для себя время. На что мне хотелось бы обратить внимание именно сегодня, и какую тему, наверное, я вынесу прямо в заголовок, это противоречия между алкоголем и пробежками. Частично я эту тему уже затрагивалась, сейчас речь пойдет о другом. А именно о том, что жизнь сложна, жизнь нас напрягает, мы постоянно сталкиваемся с разного рода трудностями, и нам нужно что-то, чтобы помогало нам оставаться на плаву. И, к сожалению, очень многие люди на разных этапах своей жизни или даже в течение большей части жизни выбирают алкоголь. Я живу в России, поэтому я говорю из того, что я вижу, из того, с чем я сталкивалась, в том числе на собственном опыте. Дело в том, что алкоголь — это прекрасный адаптоген. Что это значит? Это значит, что это вещество помогает нам адаптироваться к окружающей среде, менее травматично воспринимать исходящие из нее стрессы. Поэтому, когда возникает сложная ситуация, человека часто тянет выпить, и у него создается ложное ощущение, иллюзия того, что ему становится легче, что ему полегчало. Вот он выпил, и ему полегчало. При этом, естественно, я сейчас говорю не только и вообще нисколько о горьких пьяницах, пропойцах, которые находятся в запое или постоянно перебирают. Я, в общем-то, говорю о нормальных людях, ну, как я, как я думаю вы, которые не напиваются на безобразное состояние, у которых нет такой привычки, но у которых есть склонность или которые иногда замечали за собой, что в какой-то сложной ситуации первым делом возникает желание выпить, причем не напиться именно, а выпить. Я говорю сейчас о ритуальной бутылочке пива после рабочего дня. Очень многие мужчины, уважаемые белые воротнички, интеллигенты, ни в коем случае не подзаборные пропойцы, они считают абсолютно нормальным выпить бутылочку-другую после напряженного рабочего дня, а если было совещание или пришлось зайти к шефу на ковер, под ковер, то тогда может быть три или четыре бутылочки, а может быть даже и больше. Вот, и женщины тоже не избегают этой участи. Я помню, как одна моя подруженца, с которой мы познакомились уже здесь, Пущино, она мне рассказывала, когда она работала в Москве, Москва, вы понимаете, город, который напрягает. Напрягает всем. Сложно назвать такой аспект, которым Москва не напрягает. Огромные расстояния, каждодневный стресс, очень много людей, что само по себе вызывает состояние напряжения. Тяжелая работа. Правило, в Москве работать тяжело. Ну, тем, кто приезжий, тем, у кого нет заранее заготовленного тепленького местечка, кто действительно работает, выживает, это все очень трудно. И она рассказывала, что она как-то заметила за собой, что у нее появилась такая привычка. После работы брать бутылочку пива, хорошего пива, дорогого пива, всего лишь навсего бутылочку, не бочоночек, не бочечку, а маленькую бутылочку, может быть, даже женскую, там 0,33, а не 0,5, не 0,6, и принимать в ванную и тихонечко попивать это пивко. И ей приходило, конечно же, в этот момент облегчение после рабочего дня. И в какой-то момент она поняла, что это стало привычкой, что каждый день у нее уже это происходит, и тогда она решительно с этим порвала. И, конечно, поначалу было сложно, организм требовал свое, и порвала она тогда, когда почувствовала, что требуется уже повышение дозы. То есть одной бутылочки не хватает, уже как-то хочется две. Со мной тоже происходило то же самое в Москве, в аспирантуре, тоже за собой заметила, а мы работали очень много, допоздна, и практически в этой Москве, ну, по большому счету, ничего не видели, кроме работы и метро. То есть нам было, в общем-то, сложно. Мы там не развлекались, вот, с гламурной молодежью практически нет силы, мы работали, условия жизни в общежитии тоже были, ну, мягко говоря, оставляющими желать лучшего. Это если отсечь все нецензурные выражения, то можно сказать так. Вот, то есть было тяжело, везде было тяжело, на работе тяжело, в общежитии тяжело, там толком не удавалось отдохнуть. Трудно было в дороге, очень длительный был переезд на метро, дорога даже по самой Москве занимала где-то полтора часа. В лучшем случае, когда мы жили там поближе, это было где-то около часа, но все равно это было трудно, трудно. Вот, и не все получалось тоже на работе, и много было проблем, что-то говорить. Вот, и я тоже заметила за собой, что у меня появилась просто физиологическая уже потребность в алкоголе. Я тоже пила не что попало, не бух весь как много, тоже там, ну, бутылочку другую. Хорошего пива, не что попало, я не пью плохие напитки. Хорошее пиво под какую-то хорошую закуску, ну, из того, что я могла себе позволить, либо пирожное, либо колбаса. Да, кстати, вот именно тогда я набрала достаточно много веса. То есть я пришла в аспирантуру с одним весом, а уже к моменту окончания аспирантуры я прибавила тогда килограмм, что ли, 20, вот как-то так. И большую часть из них вот я наела именно в течение тяжелого периода, когда у меня были те ежевечерние посиделочки с пивком. Ну, конечно, я не от пива поправилась, а от всяких пирожных и колбасок, которые тогда ела. Но я осознавала, что я запиваю, заедаю стресс. Вот, и примерно то же самое, но потом я похудела, не на все 20, но все-таки я похудела, да, килограмм на 11 или больше. Вот, потом я уже после защиты, наверное, сначала до защиты, потом уже немножко после защиты, когда у меня стал устаканиваться, образовываться такой домашний образ жизни, я тоже начала замечать за собой, что я снимаю стресс. Еще раз. Значит, тоже начала замечать за собой, что я склонна к тому, чтобы снимать стресс алкоголем. То есть у меня как-то жизнь шла урывками. Сначала напряг-напряг-напряг, работа-работа-работа, а потом для того, чтобы расслабиться, приходят друзья, в общем-то, мы выпиваем этого пива, мы общаемся и так далее. И в какой-то момент я поняла, что это беготня по кругу, что жизни как таковой, в общем, за этим нету, что не хватает именно вот размеренности, такой равномерности. Это, во-первых, но это относится больше к способностям управления своим временем, к способности организации своего рабочего графика, члендования работы и отдыха. Но самое главное, что меня насторожило, это такая уже регулярная потребность именно в алкоголе. И то, что у меня это единственный способ снятия стресса практически. Но такой не единственный, конечно, но обязательный. Обязательный пункт. То есть у меня ассоциация была четкая. Конец работы, значит, мы выпьем. Опять-таки, повторяю еще раз, речь идет не о том, чтобы напиться в усмерти, валяться, не о том, чтобы попадать в какие-то истории, а просто культурно выпить пивка или венца, посидеть, поговорить о судьбах мира, о всяких разных интересных вещах. То есть все культурно, все замечательно, в хорошей весьма компании. Но, тем не менее, меня стало настораживать, то, что вот этот алкоголь, он повторяется, повторяется и повторяется. И хотя речи не было о том, что это как-то влияет на мое здоровье и так далее, но все-таки я же понимаю, что это не то, это не то. И я тогда стала думать о том, как искать этому замену. Я уже молчу, конечно, про парней. Я молчу про парней, то есть я рассказала вам нарочно, нарочно свой опыт и опыт еще одной своей подружки, потому что это женский случай. Как вы понимаете, у парней происходит то же самое, только гораздо хуже. Вот, и если вы каким-то образом узнали себя или своих каких-то близких людей в этом, то я тоже вам советую насторожиться. Даже если нет никаких асоциальных явлений, с этим связанных, все равно это дурно. Так вот, какова же биохимическая основа всего этого? Я не буду сейчас вас грузить всякими научными терминами, я специально не готовилась, честно признаться, но, в общем-то, новому не надо. Суть состоит в том, что алкоголь – это прекрасный адаптоген. То есть он действует не только таким образом, что он расслабляет нас, не только делает нас чуть более раскрепощенными, веселыми, и поэтому проблемы как будто бы уходят. Он еще воздействует на такие рецепторы. Он участвует в таких схемах. В нашем мозге это все биохимия. Это все определенные вещества с определенным названием, определенные рецепторы. То есть это все установленные научные данные, биохимические сведения. Что алкоголь вызывает у человека такое ощущение, будто бы он получил что-то желаемое, что обычно он, вообще-то говоря, получает в процессе, то есть в результате труда. То есть возникает вот это вот ощущение блаженности, ощущение правильности происходящего, какое-то вот, понимаете, подкрепление. То есть со стороны нашего организма нам приходит такая весточка оповещений, месседж, если хотите, что ты все делаешь правильно, все хорошо, ты добился желаемого. То есть, например, такое состояние возникает, если вы долго работали и, наконец-таки, можете отдохнуть. То есть вы устали, но у вас есть чувство такое приятное, что вы выполнили свой долг. Если вы покушали, тоже возникает такое чувство, потому что вы как будто бы гонялись за добычей, вы как будто бы собирали добычу, или, как это принято, добывать еду. Наконец-таки вы покушали, и вас организм вознаграждает ощущением полноты бытия и счастья на биохимическом уровне, что вы делаете все правильно. И в следующий раз тоже надо пойти найти еду, покушать, и вам тоже будет хорошо. Ну, чтобы вы не забыли. Вдруг вы забудете покушать. То же самое с интимными процессами. Природа нас вознаграждает приятными ощущениями за то, что мы с ее природой, с точки зрения, делаем все правильно. Мы размножаемся. Природа нас к этому подталкивает и выдает нам вознаграждение за это. А алкоголь, он дает нам это ощущение путем воздействия на те же самые пути, что и вышеперечисленные, но как будто бы обманывая природу. То есть мы не сделали ничего хорошего, достойного, за что бы природа нас могла бы вознаградить. То есть в этот момент мы не работали, мы не размножались, мы не гонялись за едой. То есть мы всего лишь навсего выпили и уже получили как бы задарма, как бы на халяву вот это ощущение правильности нашего поведения. Это биохимические сведения. Я сама недавно с этим познакомилась. Я прочитала частично книжку по нейрохимии конца 90-х годов. И вот там это описывалось тоже с некоторым... Ну, не то чтобы удивлением, это было некоторое новшество, что все знали, как алкоголь действует, но просто вот именно этот аспект был изучен совсем недавно, что он обманывает нас, он дает нам ложные ощущения правильности наших действий. К сожалению, как рефлекс это тоже закрепляется, поэтому человек запоминает, что если он пошел в определенный магазин, точку, взял там алкоголь, потом его он выпил, ему стало хорошо, он это запоминает, и на следующий раз он может уже сознательно, несознательно, осознанно, неосознанно, границы здесь же очень тонкие, то есть он все-таки помнит о том, что он получает биохимическое вознаграждение в мозгу за то, что надо делать. И поскольку я уже на тот момент знала, что любая физическая активность, физкультура, ну, например, пробежки в том числе, они действуют, можно сказать, вот в этом аспекте так же, как и алкоголь. То есть физическая активность умеренная, не такая, что там пробежать и умереть, а вот именно умеренная, небольшая, она действует таким образом, что опять-таки в мозге на биохимическом уровне высвобождаются определенные вещества. Если вам интересно, вы наверняка слышали это название много раз, в том числе и в моих видео, они называются эндорфины. И они действуют как такой легкий наркотик. Но этот наркотик эндогенного происхождения, то есть не поступивший извне, а синтезировавшийся, выделившийся изнутри, изнутри, то есть поэтому здесь не может быть какой-то передозировки, это все физиологично и правильно, в отличие от тех наркотиков, которые мы запихиваем извне. Вот, изнутри хорошо, извне плохо. Вот. И поэтому после тренировки возникает такое ощущение кайфа, что все классно, поднимается настроение, даже на фоне усталости, вот сейчас я не очень быстро говорю, и видно, что я, наверное, устала, но в то же время у меня сейчас есть чувство внутренней гармонии, у меня есть ощущение того, что жизнь идет так, как надо, что какие-то есть проблемы, я с ними справлюсь, мозги прочищены, все, что меня беспокоило в течение дня, куда-то ушло, улетело и смылось. И я об этом не думаю, меня это не тревожит. И по всему телу разливается ощущение счастья. Вот это и есть эндорфины. И поэтому в какой-то определенный момент я поняла, что алкоголь, как способ расслабления, надо на что-то заменить. На что-то столь же регулярное и дающее такой же эффект. И поскольку я знала эту связь между физкультурой и эндорфинами, я решила пойти по этому пути. Поэтому, как ни странно, алкоголь, адаптоген и это плохо, а легкая нагрузка, физкультура, небольшая пробежка, немножечко упражнений, такой вот разумный напряг, это наркотическое действие на организм. И это хорошо, это правильно, это так, как надо. И после того, как я вам об этом рассказала, ну, вы можете мне поверить, потому что я немножко разбираюсь в биологических механизмах и в биохимии, вы можете уже, обладая этими знаниями, или вы знали это раньше, но просто вам я еще раз об этом рассказала, вы уже можете сознательно в какой-то момент делать выбор. При этом, я также на своем примере не могу сказать, что всем нужно вставать на лыжи, бросай и курить, вставай на лыжи, вот, но, тем не менее, понимая вот эти штуки, можно не всегда, скажем так, делать выбор в пользу алкоголя, хотя я не за тотальную трезвость, я не собираюсь этот аспект полностью в своей жизни исключать, но я пришла к четкому пониманию, пониманию того, что лечить алкоголем стресс, это неправильно, вот, потому что есть другой, более лучший способ, но тоже будет спорить, что алкоголь хуже, чем пробежка, правильно, да, вот, тем более, что тысячу раз уже, кроме того, тысячу раз уже замечено, что в большинстве случаев алкоголь никогда не помогает решать проблемы, он приводит к появлению новых, вот, на этом на сегодня будет все, так или иначе, сегодняшняя тема касалась пробежек, вот, для того, чтобы видео не приобретало чудовищную длину, и для того, чтобы дать мне возможность уже умыться и отдыхать, вот, на сегодня мы заканчиваем, но мы обязательно продолжим говорить о том, как я бегаю, о том, что я об этом думаю, с чем сталкиваюсь, какой опыт приобретаю, так что всем желаю счастья, красоты и здоровья, любите, будьте любимы, и пусть вам во всем везет, только если вы не задумались, сделать что-то плохое, вот, все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,